Рада приветствовать всех, кто у нас собрался сегодня на наш вебинар. Мы поговорим с вами довольно-таки на такую очень важную тему, потому что, если мы про нее не знаем, мы и не думаем, что это важная тема. Командировочные расходы и билеты на транспорт. То есть очень узенькая такая тема будет нами сегодня рассмотрена, но в то же время ошибок там допускаем огромное количество. При учете налога на прибыль, при учете НДС. И сегодня с вами буду я, Ганжа Людмила Юрьевна, преподаватель. Более чем 10 лет я уже работаю здесь, в учебном центре. Главный бухгалтер более 20 лет. Даже не буду говорить цифру, сколько я уже работаю главным бухгалтером. Посмотрела, сколько выпустила слушателей. Тоже очень привычная цифра. В многих тысячах измеряется. Поэтому я вас очень всех люблю и рада видеть. Приходите к нам на наши семинары. Итак. Каждый бухгалтер знает, как правильно оформить командировку. Что нужно заполнить, какие документы. И что необходимо проверить правильность учета командировочных расходов именно для цели налогообложения. Потому что у нас с вами есть по командировкам это налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ. Куча всяких нюансов. Но поскольку сегодня будем говорить именно про билеты, рассудочные мы тогда вспоминать не сильно будем. Если только у вас появятся вопросы, мы сможем их обсуждать потом. Наша же задача с вами разобраться, как зарегистрировать электронные билеты, что делать, если в маршрутной квитанции выделено или не выделено НДС. Можем ли мы взять его к вычету. Кроме того, мы ведь даже не задумываемся, что входит в тариф по железнодорожному билету. И можно ли это все учесть в расходах, если в билете написано. Ведь знаете, что если едет, например, наш сотрудник на САПСАНИ, то ему выдают сухой паек, который он ест. А если он едет ночью в каком-нибудь купе повышенной комфортности, то ему еще тапочки дают, зубную щетку и повязку на глаза. Можно ли это все учесть в расходах при расчете налога на прибыль? Можно ли взять НДС к вычету? Ну, конечно же, поговорим с вами про разные виды транспорта, потому что у них существуют различия в учете. С чем связана тема нашего сегодняшнего семинара? То, что налоговики стали чаще придираться к расходам на проезд и отказывать в вычете по НДС, если вдруг в билете обнаруживаются какие-то дополнительные сервисные услуги. Соответственно. Состав услуг зависит от вида транспорта. И давайте так. Расходы на проезд к месту командировки и обратно учитываются в полном размере, который прописан в коллективном договоре или в каком-то локальном нормативном акте. Чаще всего это какое-то положение о командировках и так далее. Смотрите, ведь на вопрос. А почему вы купили в СВ? А почему не в плацкарт? А почему не в общем вагоне? Да, вообще. Почему вы такую сумму отразили в расходах, а не в меньшую? Ведь вы же таким образом уменьшаете свою налогооблагаемую базу. Или же в самолете бизнес-класс. Да? Почему бизнес-класс? Почему не эконом? У вас же много расходов будет? Значит, мы учитываем с вами в том размере, в котором прописали в нашем внутреннем положении о командировках, и это наше собственное право. И второе. Учитывается полная стоимость проездных билетов, включая стоимость проезда, сервисный сбор, плата за пользование постельными принадлежностями и так далее. По порядку. Авиаперелет. Мы, когда покупаем билеты, билет можно купить на бумажном носителе и можно купить в электронном формате. Так? Значит, есть у нас приказ Минтранса Российской Федерации от 21 августа 2012 года, номер 322 и 134 приказ от 2006 года, 8 ноября. То есть все требования к электронным билетам в этих постановлениях прописаны. Если командированный работник приобретает билет через интернет, ему на e-mail приходит маршрутная квитанция. Ну, а если он едет на поезде, то это не маршрутная квитанция, это называется электронный контрольный купон. Документы включают подробные детали поездки, относятся они к бланкам строгой отчетности, поэтому в них должны соблюдаться требования, предъявляемые к бланкам строгой отчетности, и все реквизиты, которые требуются, должны быть обязательно там прописаны. В бухгалтерском учете затраты на проезд можно списать, опираясь на первичные документы, и электронные билеты тоже у нас считаются первичкой, потому что содержат все нужные реквизиты. Можно ли в налоговом учете отразить проезд по электронным билетам? Да, можно, потому что они также считаются первичными документами, соответственно. То есть если у нас есть такие же белые купонцы, например, спечатанные, но он не успел получить корешок, когда бежал, то есть ты можешь почувствовать в бухгалтерском учете. Да, сейчас поговорим с вами и про остальные учеты. Значит, если мы говорим, опять же, про авиакомпания, стоимость билета на самолет состоит из тарифа, есть там топливные сборы, есть прочие сборы, там какие-то авиакомпании их называют таксами, ну и набор услуг зависит от выбранного тарифа. Ну, я думаю, что многие из вас покупали самостоятельные билеты и знают, что можно купить, например, ну вот S7, кто-нибудь там, там есть обычный там базовый тариф, который включает ручную кладь. Покупка багажа в этом случае будет идти как доп. услуга. А можно купить по другому тарифу, более комфортному, и там багаж уже будет тоже учтен, например, сумка до 23 килограмм, или там до 25 килограмм и так далее. То есть либо выбирать другой тариф, либо доплачивать за груз. Если работник купил билет в бизнес-класс, то, конечно же, желательно подготовить документы, чтобы обосновать затраты в повышенном размере. Итак, давайте вот здесь этот важный момент. Если у нас есть положение о командировках, в положении о командировках мы прописываем, каким видом транспорт они ездят и в каких условиях. Ну, например, у нас на предприятии были гранты. И в зависимости от статуса нашего работника уровень поездки повышался. Ну, например, генеральные директора и всякие топы ездили у нас в СВ и в бизнес-классе летали. У нас даже был такой товарищ, которого покупали два СВ. Ну, то есть чтобы все купе было в его личном распоряжении, двойное СВ. И это было написано в положении командировка. Ну, а если говорить о руководителях отделов, то там, возможно, будет написано просто купе и эконом-класс, соответственно. То есть положение командировка. И вот представьте, что руководитель отдела, которому полагается купе, вдруг летит в бизнес-классе или едет в СВ. На каком основании? Какие варианты? Ну, не просто потому, что он, наверное, захотел. Да? А что? Не было билета. Да, совершенно верно. То есть нам нужно будет каким-то образом обосновать затраты в повышенном размере. То есть если мы делаем, например, покупку через электронные сервисы, соответственно, то хорошо бы сделать скрины. Да? Все знают, что такое скрин. Когда показывают, что других билетов просто нет. Это будет являться основанием, соответственно, для того, чтобы можно было взять более дорогой билет. Теперь, что касается конкретно налогов. Налог на прибыль. Полную цену авиабилетом с учетом доп. услуг, но за минусом выделено в НДС. Включаем расходы. Когда включаем расходы? На дату утверждения авансового отчета. Совершенно верно. То есть у нас есть с вами несколько дат. Например, дата покупки билета, дата перелета и дата утверждения авансового отчета. Тут даже窯иться не надо. Берем расходы только на дату утверждения авансового отчета. У нас даже с вами есть еще пять дней на обработку авансового отчета, а утверждение его сделать в течение этих пяти дней. То есть смотрим на дату именно утверждения. Об этом у нас написано в 264 статье «Прочие расходы по налогу на прибыль», да, пункт 1, пункт 12. И 272, это у нас про вычеты, простите, про расходы, прочие, это у нас 272. А это могут быть разные даты. Это может быть сентябрь, октябрь. Разный квартал, разный год, декабрь, январь. Ну, вот расскажите, билет мы купили 20 декабря, полетел он 25 декабря. А вернулся он 31 декабря, он вам не сдал. У него три дня на сдачу. И сдал он авансовый отчет вам после праздника 10 января. Когда вы отразите в расходах? Да, еще пока бухгалтер обработает. Да, 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 совершенно верно. Поэтому вот эти вот, именно к какому периоду относить, это очень важный вопрос. Была ситуация, когда тоже вот бухгалтер мне задает вопрос, спрашивает, выдали билет сотруднику, а он его сдал и вернул в кассу деньги. А они взяли в расходах на основании документа покупки. То есть купили, да, и отразили в расходах билет. Она говорит, а что мне делать с деньгами? Мне никто их не был должен. То есть она билет вообще не отражала. Как купленный билет, она на основании покупки сделала и сделала записи в расходах. В каком основании отразилось это в расходах? Она, наверное, сразу актуальна. А услуга была оказана? Конечно. Услуга оказана не была, поэтому она сразу попала на два налога. На два налога. И НДС, и налог на прибыль. Сейчас мы это тоже обсудим. Значит, про дату утверждения авансового отчета запомнили. Теперь, чтобы принять расходы по авиаперелёту, помимо маршрутной квитанции, которая вот в электронном формате, нам обязательно потребуется посадочный талон на самолёт, который выдаётся командированному работнику при регистрации на рейс. Почему? Потому что когда вы купили билет, ещё не факт, что вы куда-то полетели. И вообще не факт, что человек доехал до этого пути следования и так далее. Потому что именно посадочный талон свидетельствует о том, что полёт состоялся. И о том, что пассажир прошёл досмотр и допущен к полёту. Это у нас есть прям письма Минфина по этому поводу. Вы их видите и с 17-го года. У нас два письма, и декабрьская, и октябрьская. Это последние. И вообще в более ранний период они не меняют свою точку зрения. Да, с посадочным талоном обязательные условия. Причём, смотрите, бывает так, что... Вот, бывает, что потеряли посадочный талон. Проще, сейчас тоже об этом поговорим. Я сюда смотрю прошёл и на рейс опоздал. Опоздал, много полетел. Какой он сидел? Может, это не было? Ах... И где ты прогулялся эти дни? Какая прелесть. И задания не выполнили, соответственно. Да. Но это уже внутреннее расследование, конечно. Это уже обман даже не налоговый, это уже обман вашего предприятия, соответственно. Да. Или на машине не налоговый, тоже не налоговый. Может быть. Может быть. Значит, квитанцию к электронному билету нам достаточно распечатать. Никакие штампы на ней не нужны. Далее мы проверяем с вами на сайте перевозчика, что входит в данный тариф. В расходы берём сумму за минусом НДС. НДС мы можем взять к вычету, даже если ставка указана не будет. Вот это вот большой плюс. У нас есть требование с вами в 172 статье прописанное, в 171, когда мы можем взять НДС к вычету. И там написано, что у нас обязательно в расчётных документах должна быть выделена сумма налога, соответствующая ставка должна быть указана. Но есть письма Минфина, которые нам говорят о том, что в билете, даже если сумма, ставка НДС не прописана, 18, 10, 0, но выделена сумма налога, её можно взять к вычету. Значит, я не очень понимаю, вам там видно, нет. Значит, здесь у нас написано тариф, сумма какая-то, мне очень мелко, я не вижу. Общая стоимость и включая НДС. Но здесь ставочка указана, это 18%, выделена сумма налога, соответственно. Вот. Если же даже ставка вот здесь не будет прописана, сумму налога всё равно можно взять к вычету. Да. Но если перевозчик не выделил сумму НДС в билете, расчётным путём мы его не выделяем. А ту сумму, которая у нас указана, в полном объёме берём в расходы. В полном объёме берём в расходы. Сейчас, пойдём до него. Есть у меня, да. Значит, что касается ставок налога, вы знаете, у нас есть ставки 0, 18, 10. Авиаперевозки по России, включая стоимость дополнительных сервисных услуг, облагаются НДС по ставке 10%. Об этом у нас написано в 164-й статье, которая называется «Ставки по налогу» и письмо Минфина тоже, 18-го года, 17-го мая. Эта норма у нас будет действовать до конца 2020-го года, 10%. Если же мы говорим про воздушные перевозки за пределы Российской Федерации, а также про Крым, Калининградскую область, то для них ставка действует 0%. Если мы говорим про дополнительные комиссии, которые прямо не связаны с перелётом, ну, например, с вас взяли комиссию за оформление билета на бумаге или за выдачу какой-то справки или за проведение какого-то платежа, да, и так далее, то тогда вполне возможно эта комиссия будет облагаться НДС по ставке 18%. Значит, если сборы идут за перелёт, то это 0, либо 10, если какие-то дополнительные, то ставка 18. И ту сумму, которую перевозчик выделил в бумажном авиабилете или маршрутной квитанции электронного билета, мы вправе принять к вычету сумму налога, выделенного, без счёта фактуры. У нас есть с вами постановление 11.37, которое регламентирует правила оформления счётов фактур. У нас есть статья налогового кодекса 171. И у нас есть письмо Минфина от 28 мая 2018 года, 03-0707-360-77. Я бы это письмо вообще вам рекомендовала почитать, потому что у меня многие ссылки идут именно на это письмо Минфина. Минфина, да, там говорится о том, что счёт фактуры всё равно нам не нужен. Достаточно записи в маршрутной квитанции в электронном купоне, соответственно, да. Бланк строгой отчётности по командировочным расходам заменяет собой бланк счёта фактуры. Что касается книги покупок, давайте вспомним. В книге покупок нам надо отражать с вами данные из счёта фактуры. У счёта фактуры есть обязательно номер. А у билета есть номер? Да. Дата. У билета есть дата? Есть. Причём, смотрите, в книге покупок у нас есть номер и дата счёта фактуры. У нас есть с вами номер и дата документа, подтверждающего уплату. И у нас есть дата принятия на учёт товаров, работу, услуг. Во всех трёх столбиках нужна какая-то дата. И есть ещё один столбик, который тоже очень важен. Графа у нас вот десятая. Здесь ИНН КПП продавца. Всё ли это мы можем с вами найти в нашем билете? По порядочку. Значит, помним, что у нас ставится во втором столбике код вида операции. В данном случае код вида операции по билетам мы указываем 23. По бланкам строгой отчётности. Да, покупку. Далее. В графе третий и в графе седьмой, то есть номер, дата, счёт, фактура продавца и в седьмом номер и дата документа, подтверждающего уплату. Какие мы поставим с вами даты? Ну, с номером, мне кажется, понятно. Это номер нашего билета. А даты? Как правило, у нас отсрочки по оплате по билету не бывает, правильно? То есть если у нас билет выписан там сегодня, то он и оплачен сегодня. Поэтому в столбиках третьем и седьмом мы указываем номер билета и дату его оформления. А когда он оплатил его? Не может такого быть. Обязательно стоит дата оформления билета. Хотя у меня здесь был билет. Давайте здесь посмотрим. Дата покупки. Есть? Отправление прибыли выше, да? Вот тут вот. Дата выдачи билета. Да? Есть, всё обязательно. Далее. Графа восьмая. Графа восьмая. Далее у нас с вами дата принятия на учёт товаров, работ, услуг. Какую дату указываем? Дата утверждения авансового отчёта. Не дата перелёта. А дата, когда вы у себя... Вы же принимаете документы, оформляете авансовый отчёт и отражаете в расходах. На какую дату? На дату подачи авансового отчёта, правильно? Значит, именно в этот момент у вас происходит, как там правильно сформулировано, дата принятия на учёт, услуги. Всё. На дату утверждения авансового отчёта в восьмом столбике. Ещё. В билете может не быть ИНН транспортного компании. Ничего страшного. Допускается. Если мы говорим про обычного поставщика, то, как правило, там у нас ИНН в обязательном порядке. Мы пишем. Если же мы говорим с вами про перевозчика, аэрофлот, СССР, кто угодно, у них может не быть ИНН. И что нам теперь не брать ИНДС к вычету? Берём к вычету. Только в этом столбике тогда ставим прочерк. Здесь у меня в образце у аэрофлота указано ИНН, но в десятом столбике прочерк допускается. Далее. Пятнадцатая графа – стоимость покупок по счёту фактуре. У нас здесь будет указываться стоимость билета. Ну, а в шестнадцатом столбике указываем сумму ИНДС, которую перевозчик выделил в билете. И она не обязательно там будет восемнадцатого семнадцатого от пятнадцати тысяч, да, к примеру, а десять сто десятых там или ещё что-то. Ведь помните, да, у нас может быть нулевой перелёт, но будут какие-то дополнительные сборы. И сборы дополнительные вполне, возможно, облагаются ИНДС. И тогда будет выделена сумма ИНДС только с этого сбора какого-то, да. Мы никакими фантазиями не занимаемся, берём из билета, всё переписываем подробно. Ну, и ответ на ваш вопрос, если отсутствует посадочный талон. То есть мы уже с вами обсудили, что посадочный талон является неотъемлемым документом при регистрации на рейс. Если мы покупали билет в бездокументарной форме, то есть по электронному формату, да, электронный билет. Поэтому для цели налогообложения прибыли организации документальное подтверждение факта потребления под отчётным лицом услуги воздушной перевозки является наличие посадочного талона. И Минфин в своём письме, вот в прошлом году написали 9 января 2017 года, письмо 03-03-06-1-800-56, то есть говорит, что без посадочного талона, ну никак. Как же быть, если он был утерян? В этой ситуации лучше всего направить вашего сотрудника к авиаперевозчику или же его представителю за справкой. В этой справке должны быть указаны те сведения, которые вам нужны, необходимы. То есть фамилия, имя, отчество пассажира, дата, маршрут и стоимость его перелёта. А представители имеющиеся в компании, которые на билет покупают? Перебойщика. Смотрите, мы иногда покупаем билеты через... Через что бы нам было? Да, через агента. Там вы зашли, например, на сайт авиасейс или там какие-то... Какие-нибудь ещё авиа, чего-нибудь. Нет, если не конкретно мы покупаем, а у нас есть компания, заключённый вопрос, который нам бронирует от Сибири, это то есть у них там... Да. Вот они могут... Нет. Только перевозчик. Перевозчик. Стоимость? Да, да. Конкретно кто вёз? Потому что агент знает о том, что вы у него покупали билет. Тоже можно это поснимать на главном бане, они как-то тут снимали информацию, подтверждали, что это... То есть получается, что им, как посредникам давалась эта справка, которая передавалась вам. То есть они обращались к каким-то ресурсам. Конечно. А скажите, можем ли мы какие-то... Вот, смотрите, опять же, нам нужны документы, подтверждённые и соответствующие требования к ним предъявляются. Подписи, печати и прочее, да? Ну, то есть если через агента, то эти требования должны соблюдаться. Поэтому лучше, конечно, непосредственно к перевозчику. Я понимаю, что у нас есть перевозчики, авиаперевозчики иностранной компании, которым нам здесь очень трудно найти, да, какие-нибудь там Дубай, авиалинии или ещё что-нибудь, да, всё что угодно. Но у них здесь, как правило, есть представительство, да, ну и эти запросы можно сделать через сайт перевозчика и прочее. То есть можно обратиться и в качестве документа, подтверждающего расходы, взять эту справочку вместо посадочного талона, да. Ещё раз ссылка у меня на письмо Минфина от 18-го года, тоже себе её перепишите, 03-03-06-2-28-296. Ещё что у нас бывает? Бывают бонусы, да. Мы вступаем в бонусную программу, опять же, вспоминая тот же Аэрофлот, тот же Севен, да, у них есть бонусная программа. И при пользовании банковскими картами, да, например, вот Тинькофф, есть там программа тоже с Севен у них, начисляются бонусы и потом рассчитывается сотрудник этими бонусами. Что делать? Если билет оплачен бонусами сотрудника, который накопил их на своей личной банковской программе лояльности, то нам для такого учёта билета надо будет опираться исключительно на документы. Значит, если в билете за бонусы на билете указывается, что он оплачен наличными, то мы возмещаем расходы в полном объёме, да. Если нет пометки о способе оплаты, то есть вот написано, билет стоит столько-то и больше ничего не написано, чем оплачивали там, бонусами, наличными, безналичными, тоже будем что делать? Оплачивать, совершенно верно. Необходимо возместить расходы на проезд сотруднику, и НДС по таким затратам тоже можно будет принять ключ. А вот если на билете будет отметка, что денег за него сотрудник не платил, соответственно, факт расхода отсутствует, работнику ничего не возмещается, и получается, что сотрудник сэкономил деньги в компании. Лучше бы он оставил эти бонусы для себя любимого, да. Поэтому надо сначала уточнить, каким образом будет оформлен билет, прежде чем покупать его для себя. По авиабилетам есть ещё вопросы? Железнодорожные билеты. Значит, есть у нас письмо Минфина 0303 07 422 73 от 25 августа 2014 года, в котором он сообщает нам, что электронный билет и контрольный купон, то есть выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на шелезнодорожном транспорте на поезд дальнего следования, должны содержать обязательную информацию о перевозке пассажира. То есть контрольный купон оформляется, обязательно направляется в электронном виде пассажира. Чтобы нам было возможно признать расходы на приобретение железнодорожного билета документом, достаточным для подтверждения факта поездки, контрольный купон, полученный в электронном виде, нам его вполне достаточно. То есть если при авиаперевозке нам нужен ещё посадочный талон, то на железнодороге нам этого требования дополнительного не требуется. В дополнительных документах, подтверждающих оплату билета, выписку, да, тоже нам не требуется. Да. А желтенький – это что? А, ну так это бланк строгой отчётности, это бумажный. Наоборот, он ещё лучше. Конечно, он жёлтенький. Это бланк строгой отчётности, оригинальный. Мы с вами сейчас говорим о трудностях, которые возникают, если его нет. То есть если у вас есть бумажный вариант, он типографским образом изготовленный. На нём есть номер вот этот, типографским образом. То есть это реальный, натуральный бланк строгой отчётности. Там вообще никаких проблем нет. Хуже, когда у нас приносят вот в электронном формате, вы все знаете, что есть люди, которые творчески подходят. Фотошоп, ксерокс и прочие инструменты, помощь таким людям. И здесь мы как раз с вами обсуждали, что на самолёте-то не так всё просто, как на железной дороге, соответственно. На момент приобретения билета, вот тут опять та же тема, которую я уже затронула. Услуга нам ещё не оказана. Так, документ, который мы купили, он свидетельствует просто о заключении договора на перевозку. А в расходы мы когда признаём? После получения услуги по договору. То есть опять же в стандартном варианте датой признания в расходах является день утверждения авансового отчёта. И помните, я сказала, что у этой девушки у нас возникло нарушение по двуму налога. Когда она купила через агента билет, получила от агента акт выполненных работ и посчитала, что услуга была оказана. Кроме того, агент ей выставил счёт фактуру, и она взяла НДС к вычету. Вот давайте посмотрим на последствия. Услуга ещё не была оказана, а в расходах отражена. Можно? Нет. НДС можно взять к вычету на момент получения счёт фактуры? Нет. Почему? Потому что условием для принятия НДС к вычету является наличие счёт фактуры. А второе – оприходование товара и принятие к учёту расходов по услугам, да, соответственно. А поскольку услуга ещё на момент покупки билета не была оказана, то, соответственно, было искажение налоговой базы и по прибыли, и по НДС. Если через агента, когда покупали билеты, они ищут сервисный сбор. Сервисный сбор, вот, понимаете? Вот сервисный сбор, да. Это агентские услуги. Агент уже? Да. Совершенно верно. Сервисный сбор свою услугу агент оказал. То есть эта-то услуга нам оказана. И на момент получения акта на сервисный сбор какой-то, да, мы можем его отразить себе в расходах. Почему? Тут даже, да, всё связано с командировкой. Теперь, что касается доп. услуг. Радует, есть письма Минфина. Тоже, видите, два письма у меня, да, в которых пишут, что стоимость дополнительных услуг в железнодорожном билете – это часть платы за проезд. Поэтому всю стоимость билета за минусом НДС, который выделит перевозчик, можно взять в расходы. Но если выделена стоимость питания в билете, помним всегда, что инспекторы против учёта таких расходов на питание. Почему? Потому что к командировочным расходам относятся расходы на проезд, а питание за счёт суточных. И если у нас на питание в билете есть строчка отдельная, да, то безопаснее, конечно, будет учесть в расходах цену билета за минусом расходов на питание. А вот есть хитрость, да, такая. У нас класс обслуживания, да, помните, у нас есть разные классы обслуживания, я сейчас покажу. Там есть прям уже сразу с питанием, там с буковками У, например, да, там и так далее. То есть вы можете зайти на сайт РЖД, там прописано всё про тарифы и внимательно почитать. Так вот, есть письмо Минфина с 17-го года, 128-725, в конце последнее письмо, в котором написано, что когда класс обслуживания включает питание, но стоимость в билете отдельно не указана, то можно учесть всю сумму расходов в себя в расходах за минусом адреса. Главное, чтобы не фигурировала красная тряпка расхода на питание. Что мы видим с вами здесь на билете? Вот тут я обвела, да, класс обслуживания. На любом билете написан класс обслуживания. И мы, соответственно, можем на РЖД открыть. Конечно, у разных перевозчиков по-разному обозначаются классы обслуживания. Сможете посмотреть. Разные железные дороги, разные перевозчики и так далее. Ну, например, есть класс люкс. 1А, 1М, 1И, 1Г. Это VIP, купе, ну и так далее. Есть с услугами. Э, У, Н, и так далее, да. То есть все это можно прочитать, посмотреть, что входит в данный тариф, соответственно. Но еще раз, если не написано про питание, значит, в расходы можно взять всю сумму целиком за минусом выделенного НДС. Кроме того, бывает еще у нас здесь, вот цена билета написана, да, к примеру. Здесь еще страховой тариф есть, сервисные услуги. В этом билете здесь стоят нули. Но могут они быть? Да. Страховку будем ли включать в расходы? Да. Страховые расходы у нас с вами прописаны в 264-й статье налогового кодекса, что мы их с вами можем учесть в расходы, как прочие расходы, связанные с производством. И написано, что все расходы связаны с командировками, и там не написано никаких исключений, да. Поэтому страховые мы также учитываем себя в расходах. Здесь также есть у нас название перевозчика, да. У нас есть... Ну, цена понятна, сумма НДС, если выделена, тоже понятна. А, номер билета, электронный билет, дата. Все есть, соответственно. Вот еще раз. Значит, можно зайти на сайт РЖД и посмотреть, что туда входит. Я очень сильно по этому поводу переживала. Потом нашла эти письма Минфина, которые мне дали картинку понимания, что если слово «питание» есть в билете, то это брать в расходы нельзя. Если слово «питание» нет, а у вас там тапочки, чего там еще это... Маска на лицо, зубная щетка и прочее. Про постельное белье, кстати, у нас написано в налоговом кодексе, что можно. И НДС можно по постельному белью, да. А вот эти сервисные всякие штучки, которые предлагаются, ведь они закладывают там периодическую печать, да, просмотр фильмов в некоторых вагонах и так далее. Это же тоже личное удобство человека, который там переезжает. Это же не в интересах компании, а просто в угла с услуг. Но абстрагируемся от такого детального рассмотра этого тарифа и акцентируем свое внимание только на чем? На НДС и на питание. Все. То есть сервисный таблиц? Да, да. Значит, что касается ставки НДС. Вот мы можем найти с вами в билете цену, а потом увидеть, что НДС 0%. Почему? У нас есть в 164-й статье ставка в пункте 1, где проходит речь про нулевую ставку, есть два подпункта 4 и 9.3. В них написано, что железнодорожные перевозки как в пределах России, так и за границу облагаются по ставке 0%. А вот дополнительные услуги облагаются по ставке 18%. Ставка у нас будет действовать до конца 2029 года, а там уж посмотрим, на что у нас изменится. 401-й федеральный закон нам этот вопрос регламентирует. Значит, у нас книга покупок. Дата потребления услуги, наверное, будет все-таки какое? Дата утверждения авансового отчета, да? А дата билета... Дата билета... Директора, например, 12, но 7-17. Нет, 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 тут в центре. Вот, 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 да. Похоже на эту дату. Похоже. Похоже, да. Дата получения приобретения, она обязательна. Даже в дату. В любом билете я тоже вот им дам. Они тоже в свои расходы способны. Они отражают свои доходы? Да, доходы. Они доходы отражают на дату, да, соответственно, расходы под эти доходы, да. Значит, что касается вычета НДС по железнодорожным билетам. Когда класс обслуживания не включает питание, то мы можем взять к вычету всю сумму налог, которую перевозчик указал в билете. Сервисные услуги, их состав, значения не имеет. И тут я вам привела письмо федеральной налоговой службы, о том мы все время про Минфин говорим, в этом вопросе даже ФНС согласно с Минфином не спорит и свою точку зрения не отстаивает, да. То есть есть у нас письмо от 9 января 2017 года СД 4.3.2 Собачка. Про счет фактуры для вычета входного НДСа еще раз убеждаемся, что счет фактуры требуется в налоговом кодексе. Написано, что бланк строгой отчетности по командировкам заменяет сам счет фактуру. То есть нам достаточно будет железнодорожного, желтенького, бумажного железнодорожного билета или распечатки контрольного купона электронного проездного документа, в котором выделяется сумма НДС, его и регистрируем в книге покупок. Есть еще один подводный камень. Вот про ту самую строчку с питанием. Если вдруг у вас в билете написано питание, то получается, что весь НДС по такому билету нельзя принять в вычету, потому что в билете они не выделяют отдельно НДС по питанию и НДС по всему остальному. И Минфин тоже пишет письма. То есть если есть и другие сервисные какие-то услуги, да, питание, то тогда вот там по постели будет НДС. Мы не сможем взять эту сумму к вычету. Это копейки. Копейки, конечно, но если вы их возьмете к вычету, то будут неприятности в виде штрафа, соответственно. Сумму НДС, которую не вправе заявить к вычету, в налоговые расходы мы также не включаем. Помните, что НДС у нас в расходы никогда не попадает. За исключением пункта 2 статьи 170, когда у нас прописано, когда мы берем в расходы НДС. Ну, давайте еще разок просто вспомним. В пункте 2 статьи 170 написано, если вы что-то купили для чего? Для деятельности не облагаемой НДС, вы включаете НДС в стоимость того, что купили. Естественно, это попадает в расходы. И второе. Если вы купили для деятельности облагаемой НДС, а потом передали в деятельность НДС не облагаемую, то что вы делаете с НДС? Восстанавливаем. А сумму восстановленного налога в стоимость того, что передаем, уже не включаем. А куда включаем? В расходы. Вот эти две ситуации, в общем-то, там и прописаны. Про командировочные расходы ничего там нет. Евгения задает вопрос. У1 это автоматически включает питание. Значит, минусуем или нет? Что скажете, коллеги? Не выделено. Стоит класс обслуживания У1. Мы понимаем, что это будет включать колбасу и сухопаек. А возможно, будет даже и горячее. Нет, если в билете не написано в том числе и питание столько-то, то, соответственно, мы игнорируем данную позицию. Ничего не вычитаем. То есть, если питание, выделенное НДС, поскольку питание в том числе и стоит общая сумма НДС в билетах, то мы не можем... То лучше вообще не брать. Мы не можем принимать лучше. Нет. А бывает, что у билетов может отдельное питание быть? Если вдруг, не знаю, как перевозчики у нас, практика. Я не видела такого НДС еще выделено. Но, смотрите, у нас ведь требования 54-го ФЗ по онлайн-кассам начинают распространяться и на бланке строгоотчетности. РЖД у нас очень неторопливо к онлайн-кассам. Они все бланки строгоотчетности, и все. Они еще пока не готовы ставить. И многие не ставят кассы. А я тоже тоже не знаю. Кассы вообще тоже? Потому что, да, потому что продается на бланках строгоотчетности. И сейчас только вот они начнут этот год раскачиваться, я так понимаю, и будут появляться у них чеки. Если мы говорим про 54-й ФЗ, про чек, в чеке у нас обязательно должна быть выделена сумма НДС по каждой позиции. Это требование у нас, правильно, к чеку нового формата, а к БСУ этого не написано. Поэтому, если они разные услуги, да, там, если бы они нам писали, питание столько-то, НДС столько-то, сервисный сбор столько-то, НДС столько-то, постельные столько-то, это столько-то. Было бы построчное выделение, тогда бы, конечно, мы бы по питанию не взяли, учли бы в расходах, которые по налогу на прибыль бы не отражались. А если уж там у нас общая сумма НДС, ну, придется вообще ничего не брать. Придется вообще ничего не брать. Утратили документы. Нет. Смотрите, вы... Вот этот вопрос очень часто, и давайте так. Где-то мне попадалось письмо, разъясняющее Минфин, но сейчас на память вам не скажу. Если это расходы связаны с чем? С управлением, да? То есть вы все расходы отражаете на 26-м, то и не учитываемые туда же на 26-й. Почему вы их на 91-й? В этом случае у вас искажаются показатели отчетности. Это не имеет никакого значения. То есть по бухгалтерскому учету управленческие расходы, значит, 26-й. Просто они не учитываются для цели налогообложения. Ну, а если это 20-й, то 20-й, ну и так далее. На 91-й не скидывайте ничего. Будет идти искажение бухгалтерского возраста. То есть получается, что полная сферма должна уходить на 26-й, что будет учитываться на 96-й. Уточните вопрос. Ну, то есть если мы не можем зачистить НДС, то получается, что стоимость должна уходить на счетах бухгалтерского возраста. Нет, подождите. Если мы говорим про НДС. Да. НДС у нас идет на 19-й. Да. Всегда. В расходы 19-й не идет. Он как бы должен идти к возмещению. А куда его нам с 19-го девать, если нет счет фактуры? Куда? На 91-й. На неучитываемый расход. А если это билеты или расходы по проезду, то тогда это 26-й. Итак, утрачен документ. Покрытие затрат при утере или порче бланка строгоотчетности посадочного талона осуществляется на основании дубликатов документов, которые выдаются по запросу. Если отсутствует возможность предъявить дубликаты документов, то у нас основания для отчетности отсутствуют. Сумма НДФЛ, ой, сумма, которая была ранее выдана под отчет, тогда является доходом сотрудника. Естественно, если это доход, то мы с нее должны удержать с этой суммы НДФЛ. Работник может обратиться к руководству для компенсации понесенных расходов, но в данном случае возмещаем мы ему выплату только по минимальной стоимости проезда. Ни о каких СВ, тем более двойных СВ или бизнес-классах у нас, в общем-то, речи не идет. Для железнодорожных перевозок сумма устанавливается по стоимости билета в общем вагоне или от плацкартного, если на маршруте нет общих вагонов. И, соответственно, компенсации затрат работника при утерянных документах нельзя отнести к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу. Есть у нас отсутствие, отсутствуют документы, подтверждающие расходы, то в этом случае у нас это все идет за счет прибыли, остающейся на предприятии после налогообложения, соответственно. Итак, либо требуем с работника дубликаты, если нет справки, если нет ни того, ни другого, к сожалению, все наши компенсации, это будет чего? Объект обложения НДФЛ по прибыли учесть не можем и так далее. Да. То есть за счет прибыли и университета? Да. А все-таки, если у нас снова вопрос, почему здесь будет такой вопрос? Например, один у нас спасающий налог есть, а второго нету, да? Ведь у нас много будет косвенное подтверждение, там есть письма, то есть, что косвенное подтверждение у нас является подтверждением. Да. В этом случае. Да. Мы тогда понимаем, что он уступил, как это не может быть. Значит, есть у нас разъяснение, что он, например, там был в командировке, действительно, у него есть, что у него есть? У него есть из гостиницы, например, счет, что он был до такого-то там в гостинице, но каким-то образом же он на следующий день вышел на работу, да, если жил в гостинице до такого-то числа. Косвенное подтверждение – да, для него подтверждение. А для цели налогообложения – прибыли. Просто, если бы он для предприятия, надо подчеркивать, что он все-таки не будет. Да. По налогу на прибыль нет документа, нет расхода. Может, когда имеется в виду писем, то есть он пишет, что… Возможно, это будет необлагаемый НДФЛ, доход, потому что это не его доход. Но он все равно пишет там служебную записку, прошу компенсировать там расходы. И лучше… Гостиница учитывая, он же был выполнял служебное задание, да, конечно. Ну, а еще раз повторю, легче запросить дубликаты или справки. Это сейчас не так проблематично, это все можно сделать. Не полениться. Да. Один раз включите им в доход, удержите НДФЛ, и ВИП-клиенты станут обычными клиентами. А НДФЛ к руководству не имеет никакого отношения. Есть у нас компенсируемые расходы, которые он получает, соответственно, это доход у него. И только попробуйте не удержать НДФЛ. А с ВИП-клиентами надо разговаривать так же, как и органы. Им мало не покажется, когда придет проверяющий. Значит, про иностранный язык. Мы, конечно, задерживаемся. Иностранный язык билетов. То есть билеты мы можем получить с вами, выписанные на иностранном языке, что нужно перевести. Реквизиты, которые нам нужны для признания расходов по налогу на прибыль. То есть это все обязательные реквизиты, перечисленные в нашем 402-м федеральном законе об учете в статье 9. Помните, да, там? Название компании, название услуги, стоимость и так далее. Реквизиты, которые необходимы для применения вычета по НДС. То есть продавец-покупатель, номинование товаров, работ, услуг, стоимость, налоговая ставка и сумма налога. Все остальное, например, правила перевозки багажа, условия применения, тарифы и так далее, применять не нужно. Есть письма Минфина на этот счет. В 2015 году они высказывались в последний раз. До этого вот там были более ранние письма. Кроме того, Минфина на этот раз подчеркивает, что может делать перевод сотрудник компании, а не профессиональный переводчик. Но помните, что сотрудников компании, это должно входить в должностные обязанности. Да. Тогда это не помешает учесть электронные билеты или прочие всякие билеты на иностранном языке, включить их стоимость в расходы. Нотариального никакого перевода не требуется, заверения не требуется, а по стиле не требуется. Ничего. Свободный перевод. Свободный перевод, да. Прямо вот как все подряд, да, вот чаще всего. Да, тексты переписывают. Такой момент. Компания перечисляет аванс на командировочные расходы своему сотруднику на его банковскую карту в рублях. Сотрудник оплачивает этой картой расходы на командировки за границей. Вот я этот слайд не совсем тут к проезду относящийся, но к проезду тоже может относиться. Вот он покупал, например, за границей что-либо, относящиеся к командировочным расходам. Билет может купить, да. По какому курсу мы должны будем считать? Потому что мы могли выдать ему деньги на карту, перечислить, это один день, и курс был один. Оплата – это второй. И дата утверждения авансового отчета – это третья дата, соответственно. Значит, Минфин считает, что расходы следует определять, исходя из потраченной суммы, согласно первичному документу по обменному курсу на дату списания средств. Документ, который подтверждает курс, это может быть выписка с карточного счета сотрудника, где будет виден курс списания. Такая выписка, ее лучше получить, конечно, из банка, заверенную. Это что касается у нас поездок по железной дороге и личных расходов сотрудников. Теперь про автоус. Значит, документально подтвержденным в налоговом учете затраты, подтвержденные документами по российскому законодательству. Что касается российского законодательства про ЖД-билеты и авиабилеты, это я вам давала в самом начале ссылки на постановление приказа Минтранса. Здесь мы руководствуемся правилами перевозок пассажиров, утвержденными постановлением правительства в 2009 году номер 112. И там должны быть реквизиты в пригородном автобусе, в междугородном автобусе соответствующие. Наименование серии, то есть должно быть написано билет, серия номер билета, наименование перевозчика, то есть организация, которая выдала билет, транспортное средство, которым передвигается, автобус такой-то, такой-то, дата и время отправления прибытия, номер места посадочного, стоимость билета, дата и время его продажи тоже должны быть. Ну, что касается продажи билетов, то у нас на них есть кассовый чек, как правило, сейчас. Значит, если наш сотрудник воспользовался автобусом пригородного сообщения, к авансовому отчету он прикладывает автобусный билет, который утвержден вот этим 112-м постановлением правительства. Данная форма билета пригородного не содержит информации о маршруте, датах выезда и приезда. Видели такие билетики? Они бывают вот такие коротенькие. Может быть, вспомните, кондукторы тоже такие оторвали когда-то. Можно принять расходы на проезд в место командирования для цели налога на прибыль. То есть билет не содержит вот всего перечня необходимых реквизитов. Что касается писем ФНС по этому поводу, написано, исключение стоимости такого билета из состава командировочных расходов в налоговом учете может быть признано обоснованным, только если есть доказательства, что билет в принципе не относится к заявленному маршруту следования к месту или из места командировки. То есть если у налоговой будут доказательства, что билет вообще непонятно откуда, а вовсе не оттуда, где он должен был ездить. Непонятно? Ну, например, сотрудник у меня доезжает до города Кирова на поезде, а от города Кирова до Кирова-Чепенска едет пригородным автурсом. Оттуда он привозит рулон вот этих вот билетов. Да, но там есть серия. Там у каждого билета есть написано. Да, да. Хорошо, если наш сотрудник, какой он, порядочный и привез действительно те билеты, откуда билеты. Но ссылаемся на письмо Федеральной налоговой службы от 10-го года 3209-6, которому они говорят, если не докажут, то все хорошо. Да. А? Да. Нет, стоимость на билетике написана. Да. Нет, нет, нет. 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 Поищите, должно быть. Должно быть. А как вы расходы возьмете, если там ничего не написано? Да. Да. А все, стоимость на билет меняется, поэтому сколько, где-то какие-то стоимость перестанет. Вот эти каэрии, да, вот они, например, стоимость. Ну, а как вы возьмете в расходы, если непонятно, что? Поэтому не берете. Что же касается наличия в билете информации о датах выезда и приезда, то такие данные нужны для определения фактического срока командировки. Но можно же в проездном документе, если нет такой по билету, по междугородному автобусному, ну или пригородному автобусному, у нас есть другие документы про косвенные, я на вас смотрю, думаю, вспоминаю про косвенные, то есть есть документы по найму жилого помещения в местах командирования или там гостиничная квитанция. Если же документов по найму жилья нет, то есть возможно тогда вот в такие районы мы командировочные удостоверения делаем, пусть там штампики будут и так далее. Вот. То есть к автобусным билетам такого вот сильно требования никакой авиажелезной дороги у нас нет. Кроме того, значит, что входит в стоимость междугороднего проезда? Входит одна сумка ручной складе. И может быть за предварительные продажи, страховка, комиссионные сборы, сбор за раннюю продажу и так далее. Часто перевозчик не выделяет эти суммы, пишет только итоговую стоимость проезда. Вот. Еще. Если наш сотрудник кроме одной ручной сумки везет еще там оборудование перевозит, да, образцы везет клиентам и так далее, то тогда на багаж покупается отдельный билет. Можно включить стоимость пассажирского билета в расходы, если НДС выделен, исключая, да, соответственно. Нет, к вычету берем. Сейчас дойдем. Значит, междугородние автобусные перевозки облагаются НДС по ставке 18%. Если перевозчик выделил НДС, принимаем его к вычету, так же, как по билетам на самолет или на поезд. Счет фактуры в этом случае не требуется. Билет является бланк на строгой отчетности. По билетам на багаж для вычета НДС требуется счет фактуры, то есть запомнили для себя. Есть билет на проезд, и если он везет дополнительный багаж, он покупает билет на багаж. Если в этом билете выделена сумма НДС, вот на этот билет счет фактуры надо. Если счет фактуры не дают, то НДС к вычету нельзя взять. Почему? Потому что провоз багажа не считается затратами на проезд в командировке. Понятно. Мы с вами обсудили основные важные моменты. Если у вас вопросы, готовы их выслушать и ответить. Но так же приглашаю на наши курсы по налогообложению в нашем учебном центре. И ближайший курс у нас стартует в субботу, следующий. Да. В субботу. И мы там разберем очень подробно изменения законодательства, которые нас прям уже вот ждут, ждут горящие. С 1 января 2019 года, соответственно. Очень много там всего интересного есть. Все ли были на курсе налогообложения? Нет. Есть разное расписание этого курса. Есть курсы, которые проходят, например, выходной день, он идет с 10 до 5, и тогда это получается 5 недель, 5 выходных дней. Если это у нас с вами вечера, день или утро, то это 10 занятий коротеньких. То есть этот курс вам поможет систематизировать ваше знание по налогам. Соответственно, вы узнаете кучу всего нового и интересного. Ну и еще у нас есть один курс, про который тоже хочу сказать. Это практикум по налогообложению и решению задач. Этот курс у нас идет не очень часто, он чаще идет в открытом обучении. Мы решаем задачи, заполняем декларации по всем налогам. 5 модулей у нас есть, 30 задач. Все налоги разбираем. Пройдя курс, сможете рассчитывать основные налоги, вести налоговый учет, заполнять все необходимые налоговые декларации, соответственно.